Заметка Электрика Сильвания мощностью 20 ватт Производство Китай Данная лампа проработала на подстанции около полутора лет Если режим ее работы перевести в часы, то получится в среднем около 2000 часов Вместо 6000 часов, заявленных производителем Идея с ремонтом люминесцентных ламп возникла тогда, когда мне на глаза попалась очередная коробка со сгоревшими лампами, которые планировали утилизировать Подстанции на предприятии у нас много, объем ламп большой, соответственно и сгоревшие лампы регулярно накапливаются Помню вам, что в люминесцентных лампах содержится ртуть, поэтому выбрасывать их с бытовым мусором недопустимо И вот я решил по мере свободного времени попытаться отремонтировать вышедшие из строя лампы И заодно поделиться с вами информацией по их ремонту В данное видео вы можете использовать в своих интересах Ведь цены на компактные люминесцентные лампы в настоящее время все еще относительно высоки А значит их ремонт все еще актуален Так, в общем приступим к делу Для начала приведу основные характеристики ремонтируемой лампы Сильвания Mini Links Economy Данная лампа имеет мощность 20 Вт 27 цоколь, стандартный Е27 Напряжение 220-240 Тип лампы 3 У-образные колбы Световой поток 1100 люминов С помощью плоской отвертки с широким жалом нужно аккуратно отстегнуть защелки корпуса в местах соединения двух его половин Для этого вставляем отвертку в паз и поворачиваем ее в ту или иную сторону, чтобы отщелкнуть первую защелку Как только первая защелка откроется, продолжаем скрывать остальные по периметру корпуса Сейчас вы видите, что я уже чуть заранее располовинил корпус Компактная люминесцентная лампа состоит из трех частей Три У-образные колбы Вот я уже говорил про них Электронная плата ЭПРА Пускорегулирующая аппаратура Вот она виднеется на круглой печатной плате И цоколь Е27 Круглая плата Это и есть плата электронного пускорегулирующего устройства ЭПРА Или другими словами электронный балласт Рабочая частота ЭПРА составляет пара Бывает в разных пределах, но в основном от 10 до 60 кГц В связи с этим устраняется стробоскопический эффект моргания То есть значительно уменьшается коэффициент пульсации ламп Который присутствует у люминесцентных ламп Собранных на электромагнитных ПРА То есть на основе дросселя и стартера И работающих на частоте питающей сети 50 Гц Питающие провода от цоколя очень короткие Поэтому не дергайте резко, а то можно их оторвать Вот там виднеется два проводка При ремонте лампы В первую очередь нужно проверить целостность нитей накаливания Данные энергосберегающие лампы, их две Сейчас увеличу Они обозначены на плате как Как А1, А2 и Б1, Б2 Их выводы намотаны на проволочные штырьки В несколько витков без применения пайки С помощью мультиметра проверим сопротивление каждой нити накала Для начала нить А1, А2 Ставим предел мультиметра на измерение сопротивления Режим работы на измерение сопротивления предел 200 Ом И щупами измеряем сопротивление нити Как видно, нить А1, А2 имеет обрыв Давайте измерим вторую нить, то есть Б1, Б2 По мультиметру ее сопротивление составляет порядка 9 Ом Сгоревшую нить накаливания А1, А2 можно зашунтировать резистором с номиналом аналогичным исправной нити То есть порядка 9-10 Ом Я установлю резистор сопротивлением 10 Ом мощностью 1 Вт Этого вполне должно хватить Так, впаял резистор с обратной стороны платы на выводы А1, А2 Вот что у меня получилось Между резистором и платой нужно будет установить прокладку изолирующую Так, ну в принципе сейчас можно проверить лампу на работоспособность Аккуратно соберем ее Пока не будем полностью защелкивать Вот так вот примерно сделаем Вот таким патром При таком ремонте запуск лимитер на лапу будет происходить с некоторым мерцанием Порядка 2-3, может 5 секунд Давайте посмотрим еще раз запуск Немножко мерцает она Оп, разгорелась, все Ну не знаю, 2-3 секунды в принципе Поставлю эту лампу себе на подъездное освещение И понаблюдаю, как долго она еще проработает Если у вас при ремонте энергосберегающей люминсента лампы Обнаружилась подобная причина неисправности То есть в обрыве находится одна из нитей накаливания То зашунтировав ее аналогичным способом Вы можете продлить жизнь своей лампы Если у вас сгорели сразу 2 нити накала А электронная плата ЭПРА осталась исправной То ее можно использовать для питания обычной трубчатой люминсентной лампы Тем самым избавившись от схемы дросселя со стартером И уменьшив ее коэффициент пульсации Уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика У кого из вас имеется опыт по ремонту энергосберегающих ламп То буду рад, если поделитесь в комментариях своими наблюдениями Спасибо за внимание Если данное видео было вам полезно То ставьте лайки Подписывайтесь на рассылку На подписку Субтитры сделал DimaTorzok